Новый взгляд Вопрос юристу, можно ли купить квартиру с долгом в ипотеку? Спортивный отбор, кто из соликамских баскетболистов войдет в сборную Пермского края? Что сулят звезды, знаком зодиака расскажем в звездных новостях. Но в начале выпуска в минувшие выходные очередной смертельной аварией отметилась трасса Соликамск-Красновишерск. Авария произошла днем 18 января. Водитель ВАЗа 14-й модели не справился с управлением, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем Пежо. Водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу с травмами. О том, как сильно пострадали те, кто находился в автомобиле Пежо, информации нет. И вновь сотрудники ГИБДД рапортует. Аварий бы не было, если б не превышение скорости. Будьте осторожны на дорогах и обязательно обращайте внимание на знаки. Они поставлены не просто так. Ну а теперь к основным новостям выпуска. Массовые ночные купания прошли по всей России и не только по случаю празднования одного из наиболее значимых православных праздников. 19 января христиане всей страны отмечали крещение Господне. В этот день окунуться в подготовленные Иордании решились 44 тысячи прикамских жителей. На одной из трех подготовленных купелей в Соликамске побывала и наша съемочная группа. Мы сейчас находимся в селе Городище, где совсем скоро начнутся крещенские купания. Время почти полночи, а это значит, что через 15 минут появится отец Романа и светит проруби, которые уже подготовлены для ныряльщиков. В этом году на реке Усолки было подготовлено три места для купания. Поскольку зима выдалась без сильных морозов, река не замерзла. Тем не менее, желающих окунуться в освященную воду в этот день было немало. Господь, весенам исполниться очищением водки, притещением невидимым явлением. Святаго Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. В то время, пока отец Роман проводил обряд освящения воды, смельчаки уже готовились к вхождению в воду. Среди них есть уже старожилы традиции, которые ежегодно приходят к купели. А кого-то просто привел сюда интерес. Максим Перелыгин приехал к купели с друзьями. Решался прыгнуть говорить недолго, но все же первым войти в освященную воду не решился. Пришел первый раз, решил скупнуться. Ну, не знаю, живем один раз, должны все попробовать. Вот, ну, не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас народ немного разойдется, неорганизованно как-то все получилось. Ну, искупнемся, расскажу свои ощущения. Не только Максим был недоволен организацией крещения. Основной проблемой стала неорганизованность людей, желающих понаблюдать за крещенскими купаниями, было гораздо больше, чем тех, кто решил окунуться в крещенскую воду. Из-за этого места становилось еще меньше. Но в православный праздник грех ругаться, поэтому не все решили выразить свое недовольство. Как отмечают организаторы, людей собралось много. Еще и потому, что купель в городище стала одним из немногих местом для крещенских купаний в этом году. Планировалось пять, вот погода свои коррективы несла. Река не застыла, и где прошлые традиционные места были выхода на лед, в этом году река не застыла, значит, и все, и поэтому не получилось. Вы сами ныряли когда-нибудь? Я готовлюсь к этому, готовлюсь к этому, пока это не готов. Также, по словам Анатолия Кибукевича, с каждым годом на места купания приходит все больше людей. А вот ныряет из 100% пришедших лишь 10. Это зрелище завораживает зевак. Но получается не настолько, чтобы окунуться. Пока толпа наблюдает за происходящим у реки, наш герой уже решился на столь смелый шаг. Максим приехал к месту купания на машине, поэтому смело можно сказать, что замерз он не сильно. После окунания переоделся и поехал домой. А вот для тех, кто пришел сюда пешком, был специальный автобус, где каждый мог согреться. Для безопасности людей в этот день около всех организованных мест массовых купаний дежурили спасатели и врачи скорой помощи. Спасатели, кстати, в эту ночь пригодились. Некоторые жители села решили не ждать очередь возле купелей и ныряли просто в реку. Со стороны это выглядело не то, что небезопасно, а даже устрашающе. Поэтому во избежание трагической ситуации спасателям пришлось разогнать смельчаков. И некоторые из них вернулись к подготовленной купели. Я тоже готовилась к купанию в освещенной воде, но до последнего не верила, что решусь войти в ледяную воду. Однако желание испытать новые ощущения побороло мой страх. Это самое неизбываемое, что было просто в моей жизни. Это обязательно стоит попробовать. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Сольтовая». Российские спортсмены вновь заняли все места почета на пьедестале чемпионата Европы по фигурному катанию. И уже в третий раз на высшую ступень поднялся воспитанник Пермской школы фигурного катания Максим Траньков со своей партнершей Татьяной Волосожар. Эта победа сделала попадание в олимпийскую сборную нашего спортсмена более вероятной. О том, войдут они или нет в российскую сборную, станет известно уже 23 января. О том, какие еще новости привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас. Антитабачная вакцина. Уже через 5 лет каждый желающий сможет приобрести в аптеке вакцину против курения. Препарат уже прошел первую стадию клинических испытаний. Изобретение представляет собой некий молекулярный контейнер, который будет доставлять вакцину, так сказать, по адресу. Лекарство будет блокировать никотин в крови до попадания в мозг. Таким образом, удовольствия от курения человек получать уже не будет, а значит, курение потеряет смысл. Еженедельная зарплата. Решая вопрос о том, как устранить проблему зарплатных долгов организаций, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение народных избранников законопроект, по которому работодатель обязан будет выплачивать зарплату работнику не реже, чем один раз в неделю. Данный законопроект будет рассмотрен уже в ближайшее время. Опасная служба. В очередную командировку на Северный Кавказ отправились прикамские полицейские. На этот раз им предстоит в течение шести месяцев охранять общественный порядок и пресекать любые формы терроризма на территории Чеченской Республики. Подобные командировки нельзя назвать безопасными, поэтому пожелаем нашим бойцам спокойной службы. Доступное жилье. Пермский край стал первым регионом, где в рамках госпрограммы будут строить квартиры эконом-класса. Уже к концу этого года в Перми появится 60 тысяч квадратных метров такого жилья. По словам губернатора, сегодня основная задача, чтобы 70% жилья возводились эконом-класса. Появится ли такое эконом-жилье в нашем городе, покажет время. Торговец смертью. 10 килограмм гашиша и более 3 килограммов амфетамина. Таков результат проведенного обыска в одном из частных домов Усолья. Кроме того, в доме находился еще и кокаин, также в немалых количествах. В ходе работы следователям удалось выяснить, что хозяин столь внушительного количества незаконных запасов продал свой автомобиль, чтобы приобрести товар. Все наркотики злоумышленник предполагал распространить на территории Усольского района и города Березники. О погоде на завтра расскажем после короткой рекламы, а в завершении выпуска вы увидите. Спортивный отбор. Кто из соликанских баскетболистов войдет в сборную Пермского края? Что сулят звезды знаком зодиака расскажем в звездных новостях. Ломаете голову, что подарить любимым и близким на Новый год? Бассейн Дельфин предлагает всем горожанам активный отдых и спа-процедуры. Тайский массаж, динамичная сальса или степа аэробика. Плавание, акваэробика, тренажерный зал ждут вас. Расслабляющие процедуры для лица и тела, лечебная паровая бочка, солярий с новыми лампами. Эти и многие другие услуги бассейна Дельфин смогут стать прекрасным подарком на Новый год и новогодние праздники для ваших родных и любимых. Сертификаты на любую сумму можно оформить в бассейне Дельфин. Справки по телефону 5-20-19 и 5-10-05. Управление гражданской защиты города Соликамска предупреждает. В зимнее время соблюдайте правила безопасности. Проезд автотранспорта возможен только по организованным переправам. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю в Перми 210-45-67. Соликамские термометры днем покажут минус 11 градусов. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. В Пасмурно возможен небольшой снег. Ну а теперь о погоде в других городах. В Чердене температура воздуха будет минус 11 градусов. В Пасмурно ожидаются осадки в виде снега. В Перми днем минус 12 градусов. В Пасмурно возможен небольшой снег. В Губахе температура днем минус 14 пасмурно. Холоднее всего в Екатеринбурге. Там температура воздуха днем минус 17 градусов пасмурно. Покупая квартиру в кредит, всегда надо быть уверенным в том, что за квартиры не числится никаких долгов. Но что делать, если покупатель и продавец даже несмотря на это решили заключить сделку? Как сделать это юридически правильно? Сегодня мы рассмотрим вопрос телезрителя. Покупка квартиры по ипотеке. У хозяев есть долг по платежам. Между собой договорились погасить после покупки. Но как оформить это юридически, если в ипотечном договоре прописать такой пункт нельзя? Ну сразу же хочу сказать, что оформить юридически договоренность о погашении этого долга между сторонами в принципе невозможно. Такого документа на сегодняшний день не предусматривает законодательство. Такого согласия, в данном случае согласие на погашение долга, оно является добровольным. Но и обязанность в то же время никуда не денется при переходе прав собственности на данное жилое помещение. То есть в случае покупки жилья, приобретения жилья с долгом, соответственно, за предыдущим собственником точно так же сохраняется обязанность погасить этот долг. В случае, конечно, если приобретатель, новый собственник не согласится за предыдущего собственника данный долг погасить. В принципе, это возможно осуществить и до совершения сделки. Но в таком случае нужно просто уменьшить стоимость жилья на соответствующую сумму, я думаю. То есть в случае, если долг приблизительно, ну, к примеру, 30 тысяч рублей, новые собственники гасят данную задолженность, но при этом стоимость договора, который заключается, купли-продажи, соответственно, уменьшается на эту же сумму, 30 тысяч рублей. Естественно, идет вопрос о том, что можно ли включить в договор ипотеки данный пункт. Данный пункт в договор ипотеки включить нельзя. То есть он будет недействительным о погашении кем-то из собственников этого долга. Если у вас есть вопросы нашим экспертам, звоните по телефону 707-83 или оставляйте их на нашем сайте www.soldefis.ru. Мы обязательно найдем на них ответы. Ну и в завершении выпуска в минувшие выходные в физкультурном центре на Клистовке прошли первые серьезные испытания для соликамских баскетболистов. Наших спортсменов поддерживала Евгения Симонова. Сегодня 18 января в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке пройдут матчевые встречи команд из Березняков и Соликамска. Их цель – выявление самых лучших ребят для формирования сборных городов. Ну а также эти матчи необходимы для поднятия командного духа. Проект компании «Уралкалий» по развитию детского баскетбола набирает обороты. Девиз нового сезона – играй в баскетбол, добейся успеха. Тренеры ставят своей целью в течение текущего года сформировать сборные команды двух городов для участия в различных турнирах. Для соликамских баскетболистов 2002 года эти соревнования первые. Ребята заметно волнуются, но их поддерживает опытный тренер Небой Шемишкович. Последние напутственные слова тренера – и ребята выходят на площадку. Кто лучший? Соликам! Однако в первые секунды матча инициативу в свои руки взяли гости из Березняков. Нашим ребятам в первую четверть периода никак не удавалось забить хотя бы один мяч в кольцо соперника, пока на площадку не вышел игрок под номером 18 – Павел Ипрынцев. Ритм игры сразу же кардинально изменился. Сначала Паша закинул двухочковый, затем красавец трехочковый. Разрыв в счете стремительно сокращался. Первый период завершился с результатом 2017. 17. Надежды на победу не покидали наших баскетболистов и во втором периоде. Однако опытные березняковцы смогли переломить ход игры и в конечном итоге победили со счетом 34-23. Соперники сегодня каковы были? Ну, они, конечно, лучше были, потому что они подбегали, были в оброне лучше. Из-за этого они нас и выиграли. Немного расстроился поражением соликамской команды и болельщик на трибуне. Это Игорь Шестаков, папа игрока под номером 20, Якова. Однако, по мнению отца, проигрывать надо тоже уметь, потому что это его величество – баскетбол. Мне нравится сама эта игра, и ребенка хочу приучить к этой игре. И он уже втягивается, ему нравится, чувствует тактику, уже знает, какие пасы давать, где видеть свои ошибки и так далее. У тебя папа сегодня пришел болеть. Он тебе помогает вообще в спорте? Да, конечно. Мы с ним ходим в спортзал, он тоже занимается баскетболом с друзьями. Помогает мне. С таким помощником Яков вскоре станет настоящим профессионалом. На положительный результат таких матчевых встреч надеются и организаторы соревнований. Мы запланировали раз в месяц собираться. То есть это уже у нас второй выезд в город Соликамск. 2002 год у нас на следующий год будет принимать участие в Пенестве России. Не в следующем, уже в 2014 году. Так что вот эти мальчики сейчас здесь собираются для того, чтобы мы как тренера и как люди, которые занимаются баскетболом, смогли увидеть из кого все-таки впоследствии мы сможем собрать боеспособный состав, который будет представлять нашу школу на Пенестве страны. Это будет сборная каждый возраст от 2000 до 2006 году. Эта сборная играет первое на первенство между городами Соликамский и Березник, а потом первенство края, первенство Руси и так дальше, и так дальше. Значит, самый лучший. Постарайтесь, пожалуйста. У вас огромные возможности. Будете на соревнованиях, на лагерях и, конечно, на соревнованиях там, в первенстве Руси. Следующие игры соликамских и березниковских баскетболистов состоятся в феврале. К тому моменту у наших ребят есть время подготовиться более основательно. Для этого нужно усиленно налечь на тренировки, ведь юных баскетболистов в будущем ждут ответственные соревнования. Что я думаю, будет Курск, будет Сент-Петербург, будет Анапа, юн будет лагер. Здесь можно Перми, Березники, Соликамск, в августе будет лагер в Сербии. У нас много обязанностей, соревнования, лагер, так что за ребят будет отлично. Без помощи Уралкалия многие дети бы просто не имеют возможности выехать куда-то на соревнования. То есть многие дети из Соликамска, из Березников вообще бы не имели шанса куда-то съездить, давайте так скажем. Ну и благодаря Уралкалию вся эта программа, она живет. И вот даже вот этого тоже никогда не было, поверьте мне. То есть начали с большого, делаем большое, я думаю, и сделаем большое. То есть баскетбол будет, есть, и баскетбол, лучше играть, играйте в баскетбол. Это все новости на сегодня, сразу после короткой рекламы «Гороскоп» на неделю. А я с вами прощаюсь, увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Смотрите Соль ТВ, будьте в курсе событий. Всего вам доброго. Лыжная база «Колеец» Всегда рады. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Овны, вы до сих пор не разобрались с предыдущими делами, а уже беретесь за новые. К целям, к которым вы так упорно стремитесь, вы на самом деле еще не готовы. Не загадывайте на будущее, решайте насущные проблемы. Тельцы найдут новые точки соприкосновения со старыми друзьями. Общение – вот та сфера, в которой вам, безусловно, повезет. Новые знакомства обещают быть на удивление полезными, как в профессиональном, так и в личном плане. Близнецы на этой неделе будут усиленно грызть гранит науки. Вполне вероятно, что вы научитесь чему-то новому, будь то кулинария или иностранные языки. С вашей харизмой и стойким характером можно смело отправляться покорять большие города. У раков на этой неделе напряженные отношения с финансами. Любимый шоппинг лучше отложить, возможны лишь небесполезные траты. Также при подписании контрактов и договоров следует внимательно читать все пункты, даже то, что написано мелким шрифтом. Для львов это самое удачное время для борьбы со стереотипами, ведь, как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Самое время пересмотреть свои принципы и стать, пусть немного, но попроще. Тогда и люди будут чаще говорить вам «да». Девы. Все проблемы в нашей жизни, как говорится, от нас самих. Девы зачастую принуждают себе делать то, что им совсем не хочется. На этой неделе можно расслабиться и подумать, что периодически мешает вам жить полной жизнью и избавиться от этого раз и навсегда. Весы. Вы столкнетесь с проблемой выбора – карьера или личная жизнь. Звезды советуют вам обратить внимание на свою вторую половинку. На этой неделе вы будете чувствовать себя нужным и любимым, а карьера пусть немного подождет. Ведь так приятно приходить с работы домой, когда тебя там ждут. Скорпионы. Успешное завершение дел – это еще не повод для безделья. Немного соберитесь силами и начните действовать. Вы только посмотрите, вокруг столько прекрасных возможностей изменить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые предложения просто не иссякают. Новые знакомства и удивительные события стремятся к встрече с вами, а вы ко всему этому приготовились. Стрельцы. Если на работе и в личной жизни все складывается как нельзя лучше, то ваше здоровье находится под угрозой. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и, как следствие, необдуманными действиями. Возьмите себя в руки, сделайте усилия и скажите себе «Я могу», когда запланируете поход в ближайший спортзал. Козероги. Будут заняты домашними хлопотами. Удивительно, но такие обычные дела, как готовка, уборка или приборка, покажутся вам делами нужными. Более того, чем больше вы будете уделять внимание своему дому, тем лучше будет ваше настроение. Водолеи. Не спешите с осуществлением намеченных планов, ведь в самый ближайший момент все может измениться. Но изменения могут быть далеко не положительными, Поэтому к любым новшествам прислушивайтесь, принюхивайтесь и, в общем, держите ухо востро. Рыбы. Новая прическа или смена имиджа? Дерзайте. Эта неделя – удачное время, чтобы разобраться со всеми старыми и невыносимыми делами и сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. В хорошем смысле, конечно. Забудьте обо всем плохом, дышите полной груди. И счастье не заставит себя долго ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова